Добрый день, это программа Парадокс, эфире Степан Димура. Вот пока мы ждем нашего гостя Константина Смирнова, редактор отдела экономики газеты МК. Будем, так сказать, слушать меня. Как бы это ни было неприятно и скучно. Тема нашей сегодняшней программы, вот так совпало, не знаю, то ли это небеса так сложились, или еще что-то, звезды встали. Ну а тема следующая, стоит ли инвестировать в Россию? Ну, с одной точки зрения, российский рынок, или как я его называю, московский финансовый цирк, у нас три цирка хороших. На Цветном, на Ленинских горах, и где-то тут есть еще биржа московская, финансовый центр так называемый. Вот стоит ли инвестировать в Россию? С одной стороны, наша биржа, по-моему, дает вполне конкретный ответ на этот вопрос, что инвестировать не стоит. Потому что, если посмотреть на международные рынки, даже на рынки развивающихся стран, то они находятся, скажем так, очень далеко от своих низов, которые были показаны в 2009 году. А наша, например, главная бумага, главная голубая фишка, ну, в хорошем смысле, то слово, голубая. Газпром, она уже по идеаркам где-то находится на уровне осени 2009 года, ну и в рублях тоже недалеко ушла от низов. Вот с чем это связано, на самом деле, и стоит ли вот сейчас покупать российский рынок акций? Потому что, с одной стороны, можно вполне резонно заметить, что, ну, слушайте, по мультипликаторам он такой дешевый по сравнению со своими аналогами. И он уже неприлично дешевый, а также нужно покупать, когда на улицах течет кровь, ну и прочие, скажем так, можно привести высказывания великих инвесторов относительно того, как надо покупать. Но даже если рассмотреть рынок акций, инвестиции, скажем так, спекулятивные, то сразу же следует рассмотреть две возможности. Первая – это инвестиции на длительный период времени. Ну, что такое сейчас длительный период времени? Ну, лично для меня это, наверное, месяц-два. Ну, скажем, если следовать нормальной, обычной логике, то, скажем, два или три года. И, скажем так, краткосрочные инвестиции, которые можно рассматривать с периодом, скажем, несколько месяцев, надеясь на то, что будет какой-то отскок. Это вот первые два вопроса, которые мы будем обсуждать, которые касаются инвестиций спекулятивных в рынок акций. Второй у нас есть замечательный рынок – это рынок облигаций. Стоит ли туда инвестировать? Ну, и третий вопрос, он такой скорее риторический, может быть, и не совсем. Стоит ли инвестировать в реальный сектор в России? Здесь, на самом деле, можно прочитать и увидеть очень много аргументов как «за», так и «против». Ну, один из таких аргументов «за» – это то, что у нас очень глубокий большой рынок. Не такой большой, как в Китае, но все-таки большой, глубокий рынок внутреннего спроса. Поэтому следует инвестировать именно в компании, либо в отрасли, которые как раз ориентируются на потребительский спрос, потребительский сегмент. Но здесь как-то вот сразу у меня возникает вопрос. Ну, да, хорошо, у нас вот там еще не у всех есть мобильный телефон, еще не у всех есть iPad. Это все, конечно, замечательно. Не у всех еще есть машина. Ну, вот, понимаете, когда кто-то говорит о потребительском рынке, нужно ведь рассуждать не только о количестве голов, которые могут что-то потреблять, но еще и покупательные способности этих самых голов, которые, может быть, будут, а, может быть, и не будут потреблять. А вот здесь, на самом деле, все, на мой взгляд, очень и очень грустно. Почему грустно? Ну, потому что можно взять и рассмотреть, скажем, экономики США, нашего заоклятого врага, как нам рисуют и представляют США всегда во всем виноваты, почти как Чубайс, и российскую экономику. А вот между ними, на самом деле, есть две огромных разницы. В чем заключается эта разница? Она заключается в следующем, что в США, если посмотреть на динамику корпоративных прибылей к ВВП, то она неуклонно растет. И она разошлась уже давно с долей доходов, то есть долей зарплат, будем говорить так, в ВВП. Если доля корпоративной прибыли постоянно увеличивается, а доля зарплат постоянно падает, то в России картина прямо противоположная. Уже несколько лет корпоративные прибыли, как доля ВВП у нас снижается, а доля зарплат, то есть доля доходов населения, потребителей постоянно растет. И они разошлись уже давно, и сейчас доля зарплат значительно превышает долю корпоративной прибыли. То есть картины практически зеркально противоположные. И картина в России, она на самом деле очень тревожная, потому что, грубо говоря, господа, если вы ничего не производите или производите значительно меньше, чем потребляете, то рано или поздно так называемая халява, она закончится. Либо она закончится с падением цен на нефть, либо закончится сама по себе, потому что невозможно кушать значительно больше, чем производить, и думать, что вы будете так хорошо кушать в течение длительного времени. Поэтому вполне вероятно, что в ближайшее время нас ждет очень мощное сокращение как раз потребительских расходов. Также принимаю внимание тот простой элементарный факт, что весь рост практически в 2012 году, рост ВВП и потребительских расходов был обусловлен кредитованием и перекредитованием. То есть снова люди лезли в свой завтрашний день, чтобы съесть бутерброд с икрой вместо просто бутерброда с сыром сегодня. Хорошо, залезли. Вопрос, если у вас будут понижаться и снижаться доходы. Потому что еще раз, эти две кривые должны сойтись. Вы не можете постоянно кушать больше, чем производите. Что же тогда будет с нашей замечательной банковской системой и что же тогда будет с уровнем потребления? Ответ очень простой, он просто схлопнется. Кредиты не будут обслужены, банковская система будет просто трещать по свам и ложиться. И уже, наверное, в банковской системе России, которая очень хорошо всех накредитовала, начинаются проблемы. Чисто, скажем так, анекдотическое свидетельство. Я очень люблю всегда смотреть на такие вещи, которые не относятся к официальной статистике, потому что ее всегда можно немножко помассажировать то ли вправо, то ли влево. А вот анекдотическое свидетельство. У нас, как вы знаете, есть такое замечательное учреждение, называется Госдума. Там, значит, у нас сидит четыре замечательных партии. Одна партия проправительственная, другие, значит, якобы оппозиционные. Как говорил Никсон, я не виноват. Так вот, одна из этих оппозиционных партий, а именно Справедливая Россия, да, Справедливая Россия, они, значит, снова внесли такой забавный законопроект, который позволяет людям, взявшим ипотеку, не платить ипотеку. Ну как не платить? Их обязательства перед банками на себя возьмут муниципалитеты или, грубо говоря, федеральное правительство, то есть мы, как налогоплательщики. Эти люди будут жить, выкупят у них эти квартиры ипотечные, дадут деньги банкам, замечают, это будет делать все правительство, то есть на наши деньги, на деньги налогоплательщиков. А ипотечники бывшие, они, значит, возьмут все эти квартиры и будут там жить по договору социального найма. У меня сразу возникает вопрос, кстати, это внесла, к сожалению, вот Оксана Дмитриева, один из авторов, что меня немножко поразило. У меня сразу возникает вопрос, во всем этом замечательном законопроекте, черным по белому, такой красной нитью, черным по белому написано, практически что будут спасать банки? Банки просто так не спасают, значит, какие-то банкиры уже, наверное, пришли, пролоббировали этот законопроект, потому что он звучит дико. Простите, а с какого, плохое слово, бодуна, скажем так, с какого бодуна налогоплательщики или люди, которые платят налоги, должны отвечать за безответственное поведение людей, которые берут ипотеку, причем берут ее практически на авось, не рассчитывая свои финансовые потоки, и мы за них должны отвечать, спасая банкиров? Это такой очень интересный вопрос, на самом деле. Но сейчас, на самом деле, мы говорим не об этом вопросе, а мы говорим о том, а зачем этот законопроект вообще появился? А я полагаю, что он появился по одной простой причине, которая только что сказала, что у нас начинается мощное снижение доходов населения, никаких рычагов по сдерживанию этого снижения нет, а раз начинается снижение, начинаются невыплаты и дефолты по потребительским кредитам, в том числе и по ипотеке, начинаются проблемы у банков, и банки придется спасать. С этой точки зрения, если посмотреть, то инвестиции в реальный сектор в России сейчас, ну, мягко выражаясь, опасны, потому что инвестиции в потребительский сегмент экономики, они просто не окупятся, даже при том, что в России существует очень высокая норма прибыли, очень высокая норма доходности, которая, в общем-то, покрывается теми рисками, рисками ведения в бизнес в России, но сейчас, на мой взгляд, риски ведения бизнеса, а именно риски снижения, причем мощного снижения потребительского сектора, то есть покупательной способности, они значительно перевешивают те супердоходности, которые можно получить в потребительском сегменте. Ну, как, что значит супердоходности? Ну, в рознице очень часто люди делают и один, и два конца. Ну что ж, оставайтесь с нами, мы уходим на новостной перерыв. Добрый день, это снова программа «Парадокс», я ведущий Сипан Димура, телефон студии 495651099.6. Разговариваем мы сегодня о том, стоит ли инвестировать в российскую экономику. Пока что мы затормозились на инвестициях в реальный сектор, я разобрал, на мой взгляд, правильно инвестиции в потребительский сегмент. Ну, что у нас еще есть? У нас есть из высокоприбыльного, у нас есть банковский сектор. Что нам еще пишут и говорят? Есть электроэнергетика, есть, конечно, недвижимость, ну и, разумеется, наше все, нефтянка и газ. Ну, нефтянка и газ у нас оккупированы Газпромом и теперь уже Бритиш Петролиум, простите, Роснефтью. Что ж, давайте попробуем разобрать инвестиции в банковский сектор и в недвижимость. У нас по телефонной линии есть экономист Игорь Николаев. Добрый день, Игорь. Да, добрый день. Ну, Игорь, вы у нас теперь заштатный, штатный, вернее, сотрудник. Сейчас по телефону. Да. Ну, вот смотрите, куда вот стоит сейчас, на ваш взгляд, инвестировать? В какой сектор экономики? Я имею в виду инвестиции в реальный сектор. Если вообще-таки сектора есть перспективные. Мне бы очень хотелось, конечно, чтобы инвестиции шли, потому что нет инвестиций, нет развития. Мы в свое время проводили такое исследование, вот, взаимосвязь. Хотя она вроде бы очевидна. Инвестиции в основной капитал и темпы экономического роста. Вот корреляция там очень сильная. И понятно, почему. Потому что, если не идут деньги, то, соответственно, и развития нету, роста нету. Теперь вот что сейчас у нас происходит. Сейчас у нас, ну, если смотреть на динамику инвестиций в основной капитал, то, фактически, в налемы. Данные, в том числе, из-за марта скоро будут обнародованы. Но, собственно говоря, уже данные, которые мы имеем по итогам февраля, говорят, что инвестиции практически не идут. А экономика уходит в минус. Причем тенденция такая сформировалась достаточно сильная. Экономика проблемная, отягощенная вообще очень большими обязательствами. Ну, выборы надо было проходить. Вот сейчас обязательства надо выполнять. С этой целью налоги повышаются. То есть, один из значимых факторов, которые должны учитывать и учитывают инвесторы, а что будет с налогами, он не в пользу принятия решений по инвестированию в российскую экономику. Причем здесь независимо от отрасли, от вида экономической деятельности. Налоги выросли с начала этого года, хотя в прошлом году мы неоднократно слышали от президента, от правительства, включая премьер-министра, что до 2018 года налоги расти не будут. Начался 2012 год, налоги выросли, НДПИ, акцизы, социальные страховые платежи для тяжелых вредных производств, социальные платежи для самозанятого населения. В общем, один из факторов, мощных таких, которые должны учитывать инвесторы, это что будет с налогами. А когда налоги растут, то это вообще-то, конечно, тот фактор, который, скорее, играет отрицательную роль. Ну, кто же будет инвестировать в экономику с растущими налогами? Ну, смотрите, Игорь. Да, да, Игорь, да, слушаю. Ага, я вас слушаю. Еще один фактор, это, в общем, какова степень неопределенности или определенности в экономике. Вот когда непонятно, что происходит, то это, я думаю, согласитесь, это тоже, в общем, не разогревает инвестиционные предложения. Смотрите, что у нас. У нас чехарда с пенсионной реформой, с накопительной компонентой. То будет, то не будет. Эти спорят с этими. Правительство с администрацией. Сами ведомства не могут договориться. А ведь для того же бизнеса, мы знаем, это чрезвычайно чувствительный, значимый налог. Давайте называть вещи своими именами. Налог на фонд оплаты труда. То, знаете, сейчас некоторые говорят, это никакой не налог, это социальный платеж. Социальные обязательства бизнеса, да. Степень неопределенности в экономике высока. Вы знаете, этот фактор тоже не на пользу. И я делаю неутешительный вывод. Вообще-то сейчас инвестировать, это большой риск. Большой риск. Ну, можно, конечно, так, знаете, если совсем уж деньги лишние, то а почему бы и не рискнуть? Ну, кому деньги руки жгут, тогда можно. А вообще-то сейчас не время для инвестиций, к сожалению. Ну, уже не жгут. Кипр погасил желание изжения. Спасибо большое, Игорь. У нас на связи был Игорь Николаев, экономист. К нам присоединился Константин Смирнов, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец». Добрый день, Константин. Здравствуйте. Ну, вот мы обсуждаем, стоит ли инвестировать в Россию. Вот слышали, что говорил Игорь Николаев. Ну, меня на самом деле, в общем-то, с ним трудно не согласиться, когда я его перебивал, пытался, вернее, перебить. Я как раз хотел задать ему вопрос, который сейчас задаю вам, но он, правда, на него уже практически ответил. Вот когда у нас такая постоянная идет чехарда с законами? Когда правительство меняет, делает обещания, потом буквально через год их меняет, делаются какие-то новые обещания, будь то налоговая составляющая, будь то тот же самый НДПИ на газ, либо игра с тарифами в электроэнергетике. Как вообще вот при таких условиях, когда непонятно, какие будут правила игры, можно инвестировать? Да, ну, я, во-первых, хотел бы полностью согласиться с предыдущим оратором. Я очень хорошо знаю Игоря Николаева, часто обращался к нему за помощью. Например, у нас для нашей газеты делал расчеты, сколько стоит предвыборное обещание кандидатов в президенты. Вот, так что большое ему спасибо. Ну, знаете, я даже многому научился, работая в деловой журналистике. Вот, а что касается вашего вопроса, знаете, опаздывая сюда, с работы тоже сдается номер, извините. Не успевал. Тем не менее, успел услышать обрывок небольшого разговора такого человека, так, моего, где-то, вот, стоит 50-ти, который без самого одного человека, почему не надо открывать булочную, которому там зажегся, видимо, его сын. Ну, там пересчитал все эти факторы, которым будет мешать, в том числе, постоянно повышающаяся цены электроэнергию. Действительно, вызывает вопрос, что у нас хоть какие-то еще инвестиции остаются. Правда, они это государственные, частных инвестиций в стране так таковых нет. И это уже привело к своему закономерному результату в этом году. Темп промышленный производство не просто там остановился, но последние несколько месяцев, вот, к началу года падает. Причем падает, как тот ФБК тоже, где работает Николай, собирал на эту тему недавно круглый стол, падает, причем, именно к месяцам предыдущего года. Нет, то есть, где-то на 90% даже выше производственной мощности заняты, то, что, так сказать, после кризиса оставалось отработано. И зачастую оборудование на большинстве предыдущего уже устаревшее, вот уже и нет-то ничего. Поэтому не случайно и бегство капитала продолжается, и оттоки инвестиционных фондов, которые заграничные, которые занимаются поставками, как говорится, денег сюда, в Россию. Это как раз все понятно. И чехарда с налоговым, ну, налоговым бременем, хотя правильно тут по-разному можно их называть, хотя на газ НДПИ давно было известно, что под им вот с шестого года об этом будут споры, и действительно не было куда сильнее обложено, чем газ. Ну, в конце концов, это природный ресурс, который всем принадлежит, а не только Газпрому. Здесь надо было давно что-то было бы делать. Проблемы Газпрому, как вы понимаете, идут не от повышения НДПИ на газ, из-за того, что его продукция все меньше пользуется спросом на Западе, в Западной Европе, где он в основном употребляется. 12% у них сократилась рыночная доля в 2012 году, да? Да. Ну, во-первых, потому что у них самих кризис, потребление падает. Во-вторых, так сказать, со стороны жиженного газа увеличилась резко конкуренция. В этих условиях надо перестраиваться. А, скажем, в восточном направлении, которое они пугают, типа Китая, там предлагаются еще меньшие цены. Поэтому даже бессмысленно что-либо строить, хотя проекты есть. Ну, в общем, тупик. А потом, ну, собственно говоря, в этих обстоятельствах, да, еще предодорогой кредит. Ну, вот даже сами власти, вот Антон Силанов, министр финансов, недавно два раза подряд смешил публику, наученную практическую на всякие конференции, когда говорил о том, что вот ему, как гражданину Российской Федерации, пришел, так сказать, да, запрос на кредит, да, вот на по 23% годовых. Он возмущался. Ну, почему так много? Да потому что риски в банках, что много невозвратов, помимо ставки, высокой ставки рефинансирования Центрального банка. То есть вот мы пришли к тому, что вот что значит, об этом предупреждали еще в 2008-2009 году наши эксперты, что мы выходим из кредитов, не вылечившихся наших застарелых болезней, то есть прежде всего от госмонополизма, от неэффективности управления, от даже, я бы сказал, не коррупции, а перехвата управления собственностью чиновным капиталом. Чиновничьи братья, кто не заинтересованы в росте капитала, заинтересованы как раз в сжатии, потому что вот больше прибыли ты себе получишь, если... Больше контролируешь. ...сжата, да, зачем конкуренты. Вот эти всеродимые пятна, которые бурно рассверили перед кризисом, они все остались, и только в условиях сложности с добычей нефти, газовой продажи, ну, нефть тоже, например, с прошлым годом, она где-то на 10 долларов приблизительно опустилась, чуть ниже по сравнению с первым кварталом, вот и цена не... и объем физического экспорта не растут, вот мы и получаем результат. Поэтому выход, ну, правда, он такого среднесрочного характера, то, что правительство уже обещает с 2011 года, он до сих пор не делает, а масштабная приватизация госсобственности, которая у нас превышает 50%. Собственно, а куда вкладывать-то? Нет, а кто это будет покупать? Ну, скажем так, продать можно все, вопрос цены, правильно? Ну, во-первых, покупать многие вещи-то будут, типа объединенные Роснефти, тут уж как бы давно обещали, и ФСК, и прочее, ну, все энергетические компании с большим удовольствием крупные пакеты... Вопрос цене. И за неплохую цену, я так думаю. По крайней мере, если начать с 2014 года, хотя бы с 2014 года, с 2014 года, это можно сделать. Да и многие другие компании, связанные с транспортом и прочим, вполне себе конкретно способны по цене. Здесь главное продумать инфраструктуру продаж, ну, в том числе, частично, на нашей площадке, частично на западных. Мы сейчас, Константин, мы должны прорваться на новостной перерыв, оставайтесь с нами, вернемся после новостного перерыва. Добрый день, снова программа «Парадокси». Я ведущий, у нас в гостях Константин Смирнов, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец». И обсуждаем мы сегодня тему возможностей или нужностей инвестиций в Россию. Куда можно пристроить денежки, как выразился Игорь Николаев, которые что-то жгут. Ну, после Кипра же, наверное, не жгут. Ну, ладно, шутки в сторону. Ну, вот, смотрите, программа приватизации, да. Вот прошла приватизация, скажем, частичная, РЖД. Самый лакомый кусок транспортной перевозки ушел в частные руки. Причем эти частные руки, судя по всему, они растут примерно с того же места, откуда руки и у менеджмента. Ну, ничего хорошего. Теперь повышают тарифы на пассажирские перевозки, поскольку они остались без доп. дохода, который ушел в частный карман. Теперь, значит, будут приватизировать Роснефть. Ну, замечательно. Роснефть отдали все самые лакомые месторождения. А вместо того, чтобы доить ее Роснефть как госкомпания, ее будут приватизировать. То есть эти деньги тоже уйдут в чей-то другой карман, а не в государство. Смысл-то о приватизации. Мне это, на самом деле, все-таки начинает напоминать все эти залоговые аукционы, которые проходили в середине 90-х. Самые лакомые кусочки по дешевке отдают в правильные и надежные руки. Нет, ну, абсолютно правы. И хорошее сравнение с залоговым аукционами. Вот прошлым летом, например, в правительстве совершенно всерьез, хотя многие были, естественно, против, обсуждалась идея о том, что приватизация будет Роснефти, ну, вообще какой-то очень оригинальной. То есть все акции, которые выпустят на рынок, приобретет Роснефтегаз. Другой государственный холдинг, в котором там работает несколько человек. Он все время был создан для того, чтобы разобраться с ЮКОСом. Для этого не понадобится. Но формально он держит, является формальным держателем акции и государственной акции Роснефти, и части акции Газпрома. Ну, слава богу, эта идея не прошла. Все, в общем, наконец-то удивились, что какая-то приватизация. Зного госкарманов другой. Но вот сейчас, когда Роснефть, одна из крупнейших нефтяных компаний мира, вопрос действительно о продаже акций, он становится действительно, ну, таким политическим, я бы даже сказал. Именно политическим вопросом. Если действительно так, как это делалось раньше, когда, собственно, сама компания что-то там получит для развития каких-то денег, а, например, не увеличит выплаты дивидендов, соответственно, своему пока еще главному акционеру, в том числе государству, а до этого момента все эти дивиденды в последние несколько лет в Роснефтегазе и складировались, а бюджет ничего не получал. Вообще нефтяные компании, вернее, пардон, ну, да, вот государственные компании, кроме зарубежнефти, соответственно, в ЕЦов Петра, собственно, дивидендами практически не делились. Ну, якобы они что-то и на развитии. Ну, вот, это во-первых. Во-вторых, тут самое главное, это получить, ну, мощный исторический инвестор. Ну, правда, они сейчас, как бы, поменялись. То есть, они уже получили БИПИ. Вот, правда, он так в свое время не очень здорово выступил в Мексиканском заливе. Но, опять же, смотрите, с одной, что нужны технологии суперсовременные, с другой стороны, действительно, какая-то выгода для бюджета. И вот пока мы этого не видим, хотя вот были вот удачные продажи, вот Сбербанк и ВТБ, они прошли достаточно удачно, денег привлечено много, а, ну, стоит там теперь подождать, чтобы Сбербанк и ВТБ на кресло снизили проценты по кредитам. А зачем им это снижать? Это же суперприбыльное мероприятие. Ну, все-таки, как-никак, это государственные банки. Все-таки акционер на них-то может как-то давить. И не зря тот же Силанов вслух это и давил. Он же, прежде всего, обращаясь по поводу своих вот этих вот дорогого кредита, он имел, прежде всего, в виду, конечно, государственные банки. Они же у нас правят бал. Вот, и они именно могут не только дать им льготные по направлениям каких-то кредит, но и в целом снизить. Потому что слишком большая маржа. Как это уже сделать? Это же другой вопрос. Потому что тут надо во многом менять и такой политический, я бы сказал, режим, когда прежде всего нуждается от госмонополизма. Когда решение принимается, настоящее решение, в очень узком кругу, с непонятными продолжениями. Ну вот, в результате чего, например, какая-нибудь крупная компания, государственный холдинг обладает от того, что он неправильно вложил 22 миллиарда рублей, пардон, куда-то там. Ну, это просто сильно так хозяйством, мы долго не нахозяйствуемся. Никто не будет сюда вкладывать деньги. Я уж не говорю про суды. Кстати, как тут тоже давно выяснилось, когда всевозможные подсчеты делались, и выяснилось, что в нашей стране, ну, по сравнению с относительно развитым кругом стран, количество судей на 100 тысяч населения минимальное. Зато полицейских больше, чем во многих других странах. Явный крен. У нас поэтому и судебные решения пойдут длятся. Мы же гадаем, что судей действительно не хватает, они перегружены. Ну, и качество судей, скажем так. Ну, это все взаимосвязано. А, соответственно, зато полицейским делать не еще. Вот они там, может, лишний раз куда-то и зайдут. Вот. Ну, вот тут еще раз хочу сказать. Конечно, я про приватизацию сказал, как то, что бросается в глаза то, что правительство как бы уже решило. Но общество на месте, боясь синихских цен, с одной стороны, и того, что с этим не придет действительно стратегический инвестор. Это даже суть, о чем сейчас все любят критиковать. Реформа РАОЕС-то была в чем? Что утверждало правительство в июле 2001 года, а затем закон, так сказать, Госдума принимала в 2003 году. Смысл в демополизации этой структуры был в том, чтобы в генерацию пришло достаточно много конкурирующих структур, в том числе и за рубежа. А что мы получили? 25% генерации купил себе Газпром. Еще сходные объемы остались у государственной интер-РАОЕС, которая концентрирует. Есть еще Росатом с своими делами, Росгидро, это тоже у себя государство. Вы представляете, опять конкуренции нет никакой. Вот тарифы-то и растут. Нет никакой. Ну и все закончилось, как всегда, государственными деньгами. Да, и кончилось именно тем, чем он всегда и начинал, что мы ликвидировали большой РАОЕС, получили вот поменьше, которое, тем не менее, к нынешнему моменту уже до третьей, так сказать, актива в той же генерации уже обратно в свою руку, как всегда, доточило. Но 2-3 монстра, им легче договориться о повышении цен, чем о снижении. И хотя тут разные варианты, давайте там с 1 июля, давайте не больше 10%, а может быть только в темпах инфляции. Но пока все, как говорится, в осыны не там. То есть нужна конкуренция, а вот как ее добиться? Ну, наверное, в том числе и умело проведенной приватизации. Вот. Приходом стратегических инвесторов запад. Константин, понимаете, тут возникает сразу вопрос, который тоже всем задаю, когда начинают говорить о светлом будущем, о том, что нужно делать. Вот вы сказали, умело проведенная приватизация. Это предполагает, скажем так, во-первых, наличие умелых кадров, а во-вторых, наличие у этих умелых кадров некого государственного подхода. Не на свой карман, а государственного подхода. У нас вообще такое есть или нет? Что-то я не вижу. Нет, ну этого нет, конечно. Все уже давно госкарман своим собственным уже соединили. Проблема, знаете, борьба тоже с коррупцией, когда сейчас развертывается, она бьет именно по тем людям, которые, ну, выходят за раму. Ну, либо это какая-то часть борьбы какой-то внутри кланов или между кланами. А с другой стороны, ну, когда люди, ну, ну, так сказать, начинают брать непочина, так говоря, грубо. А проблема даже не в том, сколько конкретно денег уходит конкретному, если не говоря, чиновнику, ну, вот структурам близким к нему. Потому что за это, может быть, и начнут сильнее наказывать. Вот уже сейчас и законы сейчас будут принимать, что нельзя содержать за границей счета. Это значит, вот, они будут более там типа прозрачными. Нет, ну, это популизм, но не только. Это не только популизм, это еще, тут две вещи прячутся. С одной стороны, это ответ Западу, как ни странно, по поводу закона Магнитского, потому что те списки, которые сейчас есть в Америке, ну, вот, маленькие, но, тем не менее, может расширяться закрытая часть. А так еще тут хотят Евросоюз, и что в Великобритании как бы отдельно это приняли. То счета, очень многие чиновники, либо тесно с ним связаны, так сказать, людей, окажутся под некую опасность. Вот там уж найдут, заморозят, и недвижимость ничего потом не отдадут. Вот, поэтому это как бы сигнал своим, вот, смотрите, тут еще и Кипр подоспел, давайте-ка все назад. А во-вторых, это некое, вот, давление на элиты лично президента, что все-таки тут я главный, я буду определять то, сколько может иметь. Вот, поэтому, опять же, здесь вопрос, опять же, не в самих деньгах, вот, когда стали создавать госкорпорации, ну, они были там чуть раньше, типа, АСВ, ну, вот это основные вещи, которые мы там знаем, то еще Фородков очень хорошо пошутил бывший премьер, но все-таки узнав зарплаты, которые там, с таким зарплатом воровать-то уже не надо. Ну, действительно, люди совершенно спокойно. Ну, аппетит приходит во время еды. Показывают, что там у них по нескольку миллионов долларов они получают. Да вот, совсем недавно человек с Ростелекома ушел, получил золотой парашют в 233 миллиона рублей. Ну, даже вроде и президент, говорят, удивился, за что уж так много-то, да, и стали говорить о том, что надо об ограничении золотых парашютов. Проблема-то не в этом. Проблема, вот, когда деньги, часть украдут, а часть-то большую часть закопают, что называется. Пусть это не туда, чтобы прикрыть какие-то свои небольшие эти вещи. Вот, для себя относительно небольшие, потому что, еще раз говорю, чиновничий бизнес, а я знаю многих чиновников, которые успешно ведут параллельно, так сказать, свой госстроф бизнес, даже вроде бы взяток не берут, так таковых. А зачем, когда бизнес есть? Да, но они портят, естественно, климат. Портят климат, потому что у него изначально есть преимущества. Другие связи, другая информация, у него есть какой-то инсайт, что очень важно. Поэтому он точно может положить деньги туда, куда нужно. Но, к сожалению, этот бизнес полузакрытый, серый, как правило, потому что он не имеет права заниматься бизнесом. И из этого, поэтому, не сильно развивающийся. И, то есть, вот, тут вот, может быть, даже хотят в какой-то мере, а давайте мы поставим многих крупных чиновников, депутатов перед выбором. Ты хочешь оставлять, собственно, из счета вас за рубежом для любого крупного бизнеса, и даже среднего, они необходимы для простой работы. Ну, уйди ты уже в чистый бизнес, и давай занимайся. Глядим, может, тогда инвестиций больше будет. Нет, но как он может заниматься чистым бизнесом, когда, если даже посмотреть на наших великих бизнесменов, коих называют олигархами, они же на Западе неконкурентоспособны. Я не знаю ни одного, скажем так, официального олигарха, который смог бы что-то достигнуть на Западе. Ну, время олигархов-то, в общем, тоже ушло. Это просто как пример, что вы говорите, что чиновник займется белым и чистым бизнесом. Ну, не в состоянии они. Ну, это для многих же сенаторов. У них вполне все нормально, успешно. В России. Да, в России. Вот, в России. Ну, пускай он дальше занимается своим бизнесом. Ну, когда Весовский владеет, построил здорово, в мощнейшей конкурентоспособной борьбе с Западом, с импортом, он выстроил куриное производство. Вполне себе успешно. Зачем он будет сенатом, я не понимаю. Боится, что отберут? Нет, ну, вначале да. Вот, там, 10 лет назад, да, тем более, когда меняла вся структура, к власти приходили бывшие чекисты, или даже действующие чекисты, это бывше не бывает. Вот. Надо было, да, действительно, безопаситься, заодно войти с ними в контакт. Да, я же буду, так сказать, все для вас сделать. Ну, сейчас-то уже, вроде-то, уже все в себе взяли. Вот. На его предприятия вроде бы никто не претендует. Ну, насколько мы так знаем. Не слышали, что кто-то хочет. Ну, вот и занимаюсь. Ну, я как пример, как Лисовский, как вот некая такая данность. Вот. И почему и Матвенко и говорил, что я так не исключаю, что целый ряд сенаторов уйдет. Ну, кто-то там по-разному, ну, со скандалью. Нет, ну, вопрос, на самом деле, ну, хорошо, ну, уйдут они, займутся. Что это поменяет? Нет, в принципе, действительно, сейчас говорю о неких частностях. Хотя, в частности, иногда со временем, да, вот эти вот коричневые изменения, что-то такое качественно вырастает. Но разгрузка, ну, вот суть-то одна. Нам нужна конкуренция, как экономическая, так и политическая. Просто как-то вот сказать о том, что нам нужен, так сказать, другой там президент, там другие выборы, другая дума. Тут, значит, тоже меня обвините, опять же, в альтруизме и непонимании момента. Но, на самом деле, это так. Вот не будет новой политической структуры, конкурентной. И когда туда придут люди, которым уже не так таковые деньги, а пускай вполне себе приличные зарплаты. Совершенно правильно, там, может быть, вот сейчас и администрация президента в конце прошлого года повысит, там, раза в два, там, аппарату правительства. Да, это посты, которые требуют очень важных решений. Но чтобы он заинтересовался только этим, чтобы не хотелось сделать еще какой-то... И при этом, в самом деле, чтобы отделить его... А как это сделать? А вот надо государство убрать. Вот, как бы... Добрый день, это программа «Парадокс». Снова в эфире ее ведущий Степан Немур. У нас в гостях Константин Смирнов, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомолец». И рассуждаем мы сегодня о возможности или необходимости инвестиций в Россию. Ну, Константин... Да, я вот как раз продолжил, когда остановился. Убрать государство. В принципе, государство в современных условиях в России душит общество, причем, самым жесточайшим образом. И не только потому, что здесь еще разница всевозможных идеологических представлений. В обществе они тоже очень сильно дисперсны. И есть люди, которые полностью поддерживают государство. И, может, даже больше, чем те, которые считают государство слишком много. Даже, думаю, и больше раза в два, в три. То есть, так думающих, как я, наверное, действительно не так много. Но, тем не менее, давайте посмотрим на цифрах. В 2003 году, когда все-таки президент озаботился ликвидацией административной реформы, так вернее, то правительственная комиссия, которая тогда возглавляла один из вице-премьеров, Борис Алешин, он потом занимался автовазом и другими проектами, они насчитали тогда, вот где-то примерно за полгода работы, только федеральных государственных функций, более пяти с половиной тысяч. В принципе, уже они в основном и остались. Но вместо того, чтобы их ликвидировать, потому что там было предложено полторы тысячи, сразу отказаться, еще столько же. Это, по-моему, еще Герман Греф это все разрабатывал, да? Да, как раз, потому что его министерство экономической торговли было базовым. В результате государство столько увеличилось. Да, да, вот, и этим непосредственно занимался директор Центра разработок Михаил Дмитриев, тогда вот первым замом Грефа. Вот они вот это насчитали, предложили, ну, больше половины просто ликвидировать. В результате там сразу получались такое вот, да, вещи не нужны. Вот тогда уже было можно смотреть, а какие целые ведомства сквозные не нужны. Вот, например, там, та вещь, которая все-таки, слава богу, сейчас вышла, ну, вот регистрация там автомобилей, там, ТЭО и так далее, это еще тогда хотели. У меня всегда было первое предложение, это ликвидировать мэр. Это вообще бесполезное ведомство. Пять тысяч работников. Ну, вот, там было тоже видно. Но решили пойти по-другому, сделали зачем-то такой английский вариант, просто управление, министерство, агентство службы. Нет, ну, это же бюрократия, она способна только к разрастанию. Да, это ладно, там сокращали по 10-15% сотрудников, потом обратно нанимали, не суть важна. Самое главное, когда функций много, и когда они еще не совсем четко определены, вот тут и начинается. И хотя после этого задействия написали кучу административных регламентов, где это привело положить результаты. Константин, ну, это же делалось специально, понимаете, тем больше неопределенности, тем больше человек берет. Но, тем не менее, например, ФМС, который сейчас стал выдавать зарубежные паспорта, и обычные паспорта, дело наладило, и тут никто сейчас не жаловался. У нас на юге есть пример Грузии, где они быстро все это наладили за несколько лет. Да, ну вот... Но у нас есть звонок, давайте возьмем телефонный звонок. Да, Павел. Алло, здравствуйте, Павел. Здравствуйте. Ну, мне кажется, просто жандармы, вертуха и прокуроры, они не могут ничего созидать. И, как показалось, за эти 12 лет они даже сбереть ничего не могут. Они могут только крысятничать с пайкового арестанта. Да, красить карманы государства больше ничего не могут. Как они могут что-то созидать? А сейчас же все полностью под ними. Ну, понимаете... А сейчас только разрушать могут. Понимаете, это давно, на самом деле, процесс происходит, об этом много говорилось, но дело в том, что эта система сама себя не ликвидирует, поэтому вот моя точка зрения, которую я повторю лишний раз, что данная система не способна ни на какую созидательную работу. Она способна только на саморазрушение. Если хотите, можете представлять, как, знаете, такой паразит. Вот он к организму присосался, и тут либо паразит... Клоп, Степан, 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 клоп. Ну, клоп-то, понимаете, клоп-то он сосет-сосет, потом отваливается. Организм-то остается живым. А это не клоп. Так, Степан, Степан, смотрите, в природе все кого-то едят. Как бы в круговороте чего-то в природе. А получается, клопата, глиста никто не ест. Они и есть там и клопы, да глисты. Нет, не совсем правильно. В природе, смотрите, вот возьмем волков, например, да, умнейшие животные, социальные, к тому же. Они же не наедаются так, чтобы убить, скажем, популяцию зайцев. Нет, они едят столько, сколько нужно. И, в принципе, бюрократ в любой стране как раз так и питается. У нас какая-то очень интересная бюрократия, которая ест, 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 пока организм не рухнет. Не кажется вам такой странной вообще вещи? Сделал все в том, что... А просто люди, судя по всему, извините вас, перебиваю, потеряли просто инстинкт самосохранения. Ну, здесь ситуация, мне кажется, намного сложнее и опаснее. Понимаете, вот я уже как-то мысль пытался провести, но, видимо, нечетко она мне получается, к сожалению. Ну, во-первых, я как-то боюсь выйти в некие вещи, после чего нас обвиняют в каком-то экстремизме, там, еще что-то. Но проблема вот в чем, действительно. Тут дело даже не в бюрократе. А вы как Крылов. Да, да, вот. Или как Березовский между струйками. Струйка. Да. Дело-то вот в чем. Тут же проблема не в том, что бюрократия слишком много берет, там, еще чего-то. Это всегда в России было, да и в других странах. И даже сейчас... И коррупция ссует везде. Да, она ссует везде. Да, больше, меньше. Но наша проблема не в том, что у нас много коррупции, а в том, что у нас получилась подмена. У нас вернулось крепостное право. Неожиданно, но на другом витке развития. То есть, вся экономическая и политическая власть в руках у группы людей, которых на это никто не уполномачивал. Никто не, так сказать... Ну, за исключением Чурова, да. Вот они, вот этим самым владеют. Им выгодно владеть неэффективно. Вот им выгодно владеть неэффективно. Для того, чтобы от этого избавиться, надо действительно очистить немного полян. Для этого государство, оно другое, оно слишком у нас разрослось. Оно занимается всеми теми делами, особенно на местах, в регионах, в которых, ну, в принципе, ты же ничего не сделаешь. Вот хороший пример. Ну, грубо говоря, у нас чиновники, они рассматривают государство как свое личное средство производства. Да, да, свое личное средство производства. А нас пытаются у всех не просто убедить, а заставить думать о том, что Россия и государство это одно и то же. Это не одно и то же. Ну, вот даже тут РПЦ высказалась о том, что нам нужен царь. Да, да, это часто любят на эту тему говорить, да, царь, там, и так далее, сакральность, надо молиться на это государство. А в 21 веке основа любой страны это общество. А у нас его толком нет, так оно и не будет, когда его давить будет государство. К сожалению, просто вот надо намекнуть, чем это окончается в России, потому что парни выпускаются. Клапаны поставили, да? Да, вот. И их, в конце концов, сорвет. Вот в чем дело. Если в других странах цивилизованных как-то научились это выпускать, ну, например, как в Англии, классический пример, у них даже революция самая лучшая в мире, 1688 года, но псевдореволюция называлась славной. Они договорились и, видя, что кому-то опять надо выйти на поверхность, присесть к столу, ну, они им этот подставляет стулья, давай, ну, так с краю, но подставляют. Вот, потому что реформы у них там политического характера шли там до самого последнего времени. Да, иногда как Тэтчер, недавно умершая, что-то жестко, опять отказки официальных подачек, вполне себе необходимых, но прекрасно она поняла, что либо мы сейчас станем эффективным государством, а кто будет делать эффективное государство? Да, чиновники, а за счет чего они сделали? За счет эффективной экономики, хотим заниматься бизнесмены. Ну, и давайте мы эти шахты закроем, а вот эти, пожалуйста, пускай работают. А с рабочими будем как-то разбираться, переучить и тому подобное. Да, это тяжело далось. В нашей своей памяти это было, что творилось в Англии, почему до сих пор терпеть ноги не могут. Но ведь все-таки история-то показала, что она была права. Страна же не рухнула, не захлебнулась, так сказать. Ну, она была относительно права, они купили время. Может быть и так. Но, тем не менее, это большой кусок времени. Может быть и так. Но там действительно сейчас в цивилизованном мире, ну, в Западной Европе, там проблемы нахлестнулись на наплыв иммигрантов. Там действительно тоже непонятно. Ну, Константин, а вот вопрос-то такой сразу возникает. Вот понятно, что система управления государственного в России, она подошла к некой, скажем так, критической точке. Вот есть ли надежда, что есть хоть какие-то люди, которые способны что-то сделать, включая того, о котором не принято говорить, которые смогут эту систему вот здесь остановить, реформировать и обойтись без крови? Или это уже нереально? На ваш взгляд? В истории бывает всякое. Много очень неожиданных моментов возникало в той или иной стране. И спасение приходило, в том числе даже сакрально, как вот Жан-Адар, появилось совершенно непонятно. Казалось бы, все, Франции конец. Все было против, вот все, нет ее и Франции. Откуда она появилась, зачем она появилась, как ей удалось. Видимо, она просто тот момент, когда вот люди ждали вот чего-то такого, чтобы бросить, плюнуть на все и пойти вперед и решать ту задачу, которую все понимают. Вот, ну все-таки, с другой стороны, пример другой, что система была реформирована не безумным королем, который перед этим проиграл жуткую битву англичанам, а все-таки со стороны. Не революционная, это не революция была, Жакирей до этого потерпел поражение во Франции. Но что такое со стороны? То есть, то, что сейчас есть, я пессимистично отношусь. Все уже отработано. Все, что они могут, они все сделали. В том числе, такие полулиберальные ходы, и окололиберальные, и вокруг либеральные, и потом опять уже сточительные. Все уже сделано, и результат налицо. Темпы роста падают. А тут недавно на интервью нашей газете Белоусов, министр экономического развития, предупредил, что если мы в течение ближайших буквально пяти лет не сможем резко поднять свои производства труда, то у нас вот к 17-18 году происходит экономический коллапс. Но он произойдет чуть раньше, если все так и будет. Ну, может, я цитирую его. Дай бог, чтобы так, да, вот, что еще пять лет поживем, что называется. Когда действительно у нас производство совсем остановится, практически, придется резко девалевые трубы, резко упадут все зарплаты, там прочее. Ну, ситуация может быть катастрофическая, а сами понимаете, там совпадение 17-18 годов, как раз столетия. Вот, что мы будем, видимо, как-то отмечать, как 400-летие дома Романовых, а тут вот. И, пожалуйста. Ну, вот, наверное, все-таки, если бы не было крови, какая-то вот идея группы людей и так далее, которые все-таки хоть как-то сбоку могут зайти и что-то сделать. Ну, я таких людей тоже практически не вижу. Ну, полян-то зачищены практически полностью. Ну, да, ну, вот, ну, правда, опять же, Жанна Ударов тоже никто не знал. Тоже все зачистили, никого ничего не было. Вот, так что осталось уповать только на Всевышнего. Да, ну, что, придется сходить. В церковь, правда, не хожу, но помолюсь дома. Попрошу Всевышнего, да. Ну, что ж, Константин, если так суммировать то, что вы сказали, в общем-то, и то, что я говорил в первой части, и то, что говорил Игорь Николаев. Как-то что-то инвестировать в реальный сектор России сейчас стремно. Очень стремно. Потому что риски, которые существуют, они значительно, на мой взгляд, перевешивают возможность получить некоторые сверхприбыли, которые обычно получаются в России. Ведь как нам говорят обычно? Ну, да, есть коррупция, пятое, десятое, но посмотрите на норму прибыли. Но вот сейчас риски, которыми определяется, скажем так, премия за риск, они, судя по всему, начинают очень и очень сильно превышать ту самую премию. Как вы считаете? Да, безусловно. В принципе, еще норма прибыли такая вот хорошая остается. Но, опять же, остается буквально двух-трех. Трех, так сказать. Каких? Ну, это нефтегаз, которому государство никуда не допускает, строительство и торговые сети. Ну, я имею в виду крупные торговые сети, ритейлы, а не небольшие магазины, которые закрывают они за другим. Там, да, но там уже произошло, особенно крупное, уже некое насыщение. Понятно. Спасибо большое, Константин. У нас в гостях был Константин Смирнов, редактор отдела экономики газеты «Московский комсомольц». Удачи! Продолжение следует...